Жанна Фетисова Жанна Фетисова Жанна Фетисова стычет какие-то капельки, она прям шикарная, очень вам советую. Так, что я еще использую? Если вдруг есть какие-то высыпания, что крайне редко-редко-редко бывает у меня, но в основном я использую вот это вот средство Perfect, салициловая кислота гликолевая миндальная, то есть H и B-H, в данном случае это салициловая кислота, она хорошо убирает жировички, у меня иногда на подбородке появляются, какого-то вот было неправильного ухода, я вам рассказывала, да, к сожалению, после кремов Виши, но вот иногда я с ними борюсь вот таким способом, B-H и кислотами. Это очень бюджетное средство, я приобретала его в магазине подружка. Под глаза, пока еще не закончился, наношу клинику All About Ice Rich, но уже совсем его мало осталось, причем это уже вторая баночка, такой довольно густой, желтоватый. Могу сказать, что это не прям такой обязательный к покупке крем, на который нужно раскошелиться. Да, он хороший, он богат маслами, он богат витаминами, но есть и похожие аналоги на iHerb, я вам показывала, это крем от Reviva Labs для зоны шеи и декольте и под глаза. И тот крем 42 грамма, здесь всего лишь 15 и стоит он сколько? 400-500 рублей на iHerb, а этот стоит 2000. Ну, поэтому решайте сами, нужен ли такой крем, который можно легко заменить бюджетным. Что сейчас я постоянно использую с огромным удовольствием, надо сказать, это крем-сыворотка для возрастной кожи, лица и шеи и с лифтинг-эффектом, с эффектом ботокса. Действительно, очень хороший эффект дает. Я использую ее каждый день, вот именно на те зоны, которые здесь указаны. Это компания Шоконад, наши российские производители. Это профессиональная косметика, которую сейчас можно легко заказать с их сайта. И мне эту косметику присылали, я вам показывала, да, на обзор попробовать, потому что я очень люблю натуральную косметику, она именно такая. Ну, как вы видите, я уже довольно много использовала. Очень приятный аромат. Я рассказывала вам о том, что шоколадную линейку использовала, но вот это совсем другой аромат, он такой легкий-легкий, фруктовый. Составы я вам показываю. Вот этот самый косметический состав, липодерм, это запатентованный состав. Дальше масло какао, коньяк, липосентол мульти, витаминный комплекс, видите, и липосентол-Ф, экстракт зеленого чая, витамины Е. В общем, средство мне очень-очень понравилось. Я думаю, что я буду у них заказывать вот его постоянно в качестве сыворотки, использовать перед тем, как нанести основной питательный крем. Действительно такие очень-очень сильно увлажняющие и впитываются, они прям полностью уходят под кожу. Сыворотка вокруг глаз с экстрактом розы против отеков и морщин. Это то, что я использую сейчас под крем, то есть под Улабалтайс Рич, который только что вам показывал. Сроки годности, видите, все хорошие. Это тоже шоконад. Антиоксидантный целый коктейль здесь. Гиалуроновая кислота, много растительных компонентов. Эфирное масло розы есть, Депантенол. Есть у них средства с пептидами, поэтому присмотритесь. Мне кажется, это очень хорошая бюджетная линейка. Ссылочку на это средство и описание, что будет в подарке, по промокоду Жанна вы должны внести его обязательно, если вы делаете заказ. Не забудьте, пожалуйста, у вас будет еще дополнительно подарок к вашему заказу, даже к минимальному. По-моему, от 1000 рублей там заказы принимаются. Еще сейчас постоянно использую. Это Джейсон. Я рассказывала вам, тоже приобретаю на iHerb. Это H Regenerals с витамином Е. Очень хорошая дозировка, 25 тысяч. Вначале я использовала такую вот ровно в половину дозировку, была от Дерма-Э. На ней я привыкала к витамину Е. И это такое вот мягкое-мягкое отшелушивание. Знаете, крем этот такой прям жирненький, но как-то он неплохо очень впитывается. И смотрите, сколько его здесь. 113 грамм. Косметика американская, пересылается напрямую с сайта iHerb в Россию от 60, по-моему. От долларов США доставка бесплатная. Она более мягкая, чем кислоты. Кто не пробовал кислоты, возможно, стоит начать с витамина Е. Это будет проще для вас. Очень мне нравится вот этот крем Firmin DMA Masturizer от Дерма-Э. Здесь 56 грамм, но он как-то очень экономно у меня так используется. Вот эта линейка Firmin, это вообще подтягивающие такие антивозрастные средства. Очень, кстати говоря, хорошие. Линейка немножко изменилась. Вот это уже новая упаковка. Вот так он выглядит. Смотрите, он прям такого молочного цвета сгущенки. Видите? Но он довольно густой. Смотрите, я лопаточкой его набираю, и вот там остается прям форма лопатки. Но вот при всей своей густоте он прекрасно расходится по лицу. Катающая текстура. Точно такое же ощущение он дает, как вот эта вот сыворотка. Такой вот легкой подтянутости кожи. Ну, в общем, можно понять. То есть они направлены на одно. Вот эта вот линейка Шоконат и Дерма-Э. Очень похожи они по действию своему. Только вот эта российская, это американская косметика. Я прям радуюсь, что наши молодцы россияне придумали. Это в Новосибирске производится. Ну, под Новосибирском, в научном городке. Наконец-то достигли уровня такого, который очень популярен во всем мире. Вот такие Firmin средства уже производят наши. Это здорово. Что у меня тут еще стоит? Это масло. Когда я чувствую стянутость, нехватку какого-то увлажнения, питания, возможно, после использования кислот. На весь уже уход я наношу вот это масло. Ну, буквально одну-две пипеточки растираю в руках, как бы прихлопывающими движениями. Однако на зону под глаза и на зону Т я не наношу это масло. Ну, исключение лоб. Да, на лоб наношу. Зону Т не покрываю маслами. Ахава. Поставила себе сыворотку. Срочно. Это после моей ревизии. Видите, я некоторые продукты срочно себе пометила. То есть те, которые должны быть использованы в ближайшие два месяца 2018 года. И это сыворотка Anti-Age, Age Control. Из Израиля мне привез ее муж, когда я была там в командировке по делам. Дермаэ у меня уже закончилась. И сейчас, как только закончится шоконад, я буду использовать Ахава. То есть у меня всегда, как вы видите, есть сыворотка какая-то под крем, по крайней мере, на ночь. Но вот эту от шоконад я могу и наносить и днем, потому что она идеально впитывается. Два японских у меня тут средства. Видите, все в иероглифах. Это Hada Labo. Продается он в магазине Подружка. Бренд вот такой вот. Он беспереводной, к сожалению. Законом продаж на территории России обязаны клеить. И клеят такие вот наклеечки, стикеры. Так что вы можете прочесть состав и сроки годности. Видите, я тут важные какие-то микроэлементы себе подчеркиваю всегда в составе, чтобы было, что вам рассказать. Здесь хороший состав. Очень мелкомолекулярная гиалуроновая кислота. Очень неплохо увлажняет кожу. Жидкий-жидкий лосьон. Я очень много таких уже баночек перевела. Считаю это своим спасением. Свои склонны к сухостей коже. Мне очень нравятся эти средства. Я наношу его после тоника перед сывороткой. То есть вот такой вот у меня многоступенчатый уход, особенно вечером. Этот лосьон также хорошо работает и под макияж. Я несколько раз вам показывала, как я его наношу. Удивительно, но факт. Все-таки подходит у меня к концу. Эта огромная бутылка. Это Топлан. Рисовый такой тоник с рисовым уксусом, саке. Ну что, полезная вещь. В общем-то, все ферменты полезны для нашей кожи. Все они выравнивают цвет. Так что с удовольствием его использую. Просто протираю лицо. Перед тем, как нанести макияж, удаляю какие-то излишки. Может быть, крема предыдущего нанесенного. В видео протираю лицо. Ну и просто в течение дня использую с удовольствием. Потерла прям, не могу. Раздражали меня это тени. Представляете, это вот тени эссенс в карандаше. Ну, в стике, который я еще собиралась даже выбросить. Они еще и просыпались из колпачка сюда. Тоник, который ждет своей очереди. Я как-то, видите, подраспылилась. Два открыла. Сейчас пожалела. Это тоник от Миша с розой. Очень-очень вкусный сайт, который занимается транспортировкой корейской косметики. Я почему-то не видела вот этой вот серии. Возможно, она снится с производства. Не знаю. Но тоник очень хороший. Крем, который здесь у меня стоит. Остальные стоят в туалетной комнате. В частности, кислоты. Там стоят то, что мне просто удобнее наносить. Так и нужно наносить на чистое лицо. Но об этом мы с вами поговорим в отдельном видео о кислотах. Вот этот крем я использую под макияж очень часто. Либо наношу днем на все лицо, когда работаю дома. Ультра Ричи Ультралайт. Я показывала вам его. Ревива Лапс. Вообще, очень крем и похожий я замечаю на клиник. Очень похожий действительно состав. И вот такая вот консистенция гелеобразная, которая очень-очень хорошо впитывается. Поэтому, кто любит клиник, но не может сейчас себе его позволить, возможно, вам понравится Ревива Лапс. Шикарно крем впитывается. Прям полностью уходит у меня под кожу. Вот я его наношу на все лицо. Иногда даже на зону под глаза. Ну и ароматы, которые я вам только что показывала в косметичке месяца. Это Стендерс, Блюмен Мэдоу. И аромат Алиен на вечер. Я люблю разделять кисти на два стаканчика. Более крупные, более мелкие. Вот сейчас они практически все чистые, кроме вот этой. Ну, видно, розовая. Да, один раз я и воспользовалась для видео. А все остальные помытые, чистые. Когда я ими начинаю пользоваться, я постепенно перекладываю их вот сюда, чтобы уже видеть, с какими я пользовалась, с какими нет. Вы спрашивали у меня, кстати говоря, использую ли я вот такие вот разные маски. Да, использую. Что я с ними делаю? Я несколько раз наношу вот такие вот маски. Смачиваю их вот, например, в таком тонике или вот в таком. Ну, в общем, в увлажняющем тонике. Когда моя кожа нуждается в таком экстра-экстра увлажнении. Ну, эти маски можно купить даже в фикс-прайсе. Я покупала в Мини-Со целую упаковку. Они все похожи. Они открываются. И при наполнении жидкостью, и вот получается такая масочка на лицо. Очень хорошо с помощью тоника увлажняется лицо. Я с подарком пришла с каким-то заказом. Я поэтому ее вот здесь вот храню рядом с тоником. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok